Добрый день, друзья. Запускаю челлендж. Благодаря нашему другу Руслану Каркунову у нас компания образовалась. Пользуясь случаем, передаю привет. Вика с Ульяной, девочки есть у нас, потом мальчики пошли. Дима, Али, Энди, Дед Василь, Миша, Антон, Ливон, Камчатка смотрит нас, Женя Сахалинский, два Олега США, Израиль, Санкт-Петербург, Армения, Грузия, Чечня, Крым, Болгария, Чехия. Всех, конечно, не могу припомнить, но все, с кем мы переписываемся, это я. Это Валера, когда у вас дизель-бомба, это Валера. План сегодня такой, сейчас я выезжаю первый раз на своей машине, мне надо было проверить вообще, как она едет или не, первые шаги, сейчас вы увидите, первые шаги моей машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 сейчас обзор сделаем лучше еще трошка вот так хорош сань а вот у держи вот так держишь специально для руслана я съемку дело так что да да даже дева планка сто девяносто восемь между колесам держит между колесами сто девяносто восемь наружу это для руслана не может быть все спасибо ребята да так друзья ну что выехала она трогается на холостом ходу редуторов нету напоминаю вообще делаю как для рыбалки и охоты значит сейчас сделаем обзор я сам эту машину видел только с двух метров чтобы отойти и посмотреть на нее хотя бы метров с 10 не было возможности потому что рама отдельно делалась кузов отдельно делался значит сейчас кузов с рамой вместе по моим подсчетам приблизительно 60 70 процентов работы сделано выезжал я для того чтобы проверить ну вот плита у меня плита с дизельная с коробкой как они совместились как работало сцепление сцепление вот такое поставил показывает смотрите вот оно на нашу коробку на луазовскую прикручивается этот выжимной такой самый стоит там внутри с колокола выходит трубочка вот выходит трубочка и все идет идет трубочка на главный маленький ну тормоза задние гидроручник основная тормоза пока не делать я сложил временную схему поставил уже радиатор вот стоит радиатор все есть здесь морда будет немножко еще так обрезаться обрезаться я так думаю что вот здесь как-то она подравняется и раз и тут как под арками будет нивовские поставлю эти расширители или может что-нибудь другое найду вот бак у меня вот здесь получился бак бак стоит на раме а вот это что накрыто это зашиваться все будет это уже кузов вот кузов сейчас снимется бак остается на раме это по правой стороне вот эти тут подножка хорошими есть отличная с крузака подножки вот так это все и смотрится задняя сторона здесь тоже кузов будет до сюда да вот этих железачек то вот этих железачек будет кузов и тут внутри два боковых сиденья больших я сделаю полно от края кузова до сидений до водительского и пассажирского и внутри там будет всякие всякости интересное обязательно вам сейчас заведу покажу как работает вот эта подушка эта подушка которая но силовой ряд держит отдельно от рамы из от кузова кузова трамоты на этих подушках на этих с этой стороны у меня также стоит на раме вот этот ресивер для воздуха а вот этот ящик для аккумулятора тоже вот это все будет зашито зашито здесь все так будет возможность достать аккумулятор будет люк здесь вот он здесь я сделаю крышку хорошую порядочную вот так чтобы достать аккумулятор другой поставить здесь тоже все зашьется вот так я планирую посюда туда зашить от а здесь сделать коробу так раз ровненько ровненько так отрезать сделать короб чтобы ниже было и там с 200 литровой бочки пробку приварить можно будет и такой уклончик везде сделаешь если вода попадала чтобы она стекала туда и оттуда вытекала на улицу переднюю арку тоже понимаете да так раз понад колесом и там все сравнять это где морда вот куски доточены это потому что я пока не отрезал надо определиться когда она уже вот сейчас выехала сейчас я уже могу понимать как это все будет выглядеть ну короче мне пока что очень нравится это все выглядит выглядит неплохо трогается ну без разгазовки это 1.7 мотор стоит без разгазовки вообще меня будет двушка стоять даже без разгазовки трогается ну на пониженное это даже не вопрос масло я не заливал в коробку в редуктор масла нету все на сухую поэтому очень бережно и нежно немножко проехал вот сейчас она конечно торчит очень сильно когда кузов поставится ну а перед мы должны ниже сесть вот смотрите как она это почти крайнее положение вот по этому видно это ограничитель ограничитель держишь и ниже колесо не шло и и видно не видно там ну короче должно все работать сейчас я заведу покажу вам очень старался сделать чтобы не было вибрации главная причина что мне не нравилось в луазе так это вибрация сейчас когда рама отдельно кузов отдельно а силовой ряд отдельно вибрации вообще не должно быть никакой этот двигатель стоит пока только на двух подушках подушки которые будут для двухлитрового сейчас на данном этапе не задействованы ну когда уже двушку поставлю все будет все будет здесь тоже это все закроется сюда надо короба и даже заморочился с этими завесами там сзади короба надо сделать чтобы воздух не попадал в салон рулю так получился вот рулевое он закрыт туда карданчик пошел это педаль тормоза я пока временно сделал ее как педали глаза потому что тормоз у меня вот она смотрите вот она это тормозной педалью я газую сейчас выехать торможу гидроручником а сцепление работает отлично очень мне понравилось это чуть ли не самое главное было проверить как совместился двигатель с коробкой и как работает сцепление все работает очень прекрасно все на сухую даже хорошо все включается не рыпит не шумит очень мне понравилось такие дела такой у меня получается у вас ну как вот еще не отрегулировано что но он закрывается это сбоку ключик на на велике это не дернешь и откроется конечно арки надо делать обязательно потому что это будет чупакабра какая-то выглядеть очень очень и очень ну честно говорю я сам не видел его с такого расстояния как сейчас потому что он все время в гараже и все время разобранный и все время рамы отдельно кузов отдельно сейчас это все вместе вот так это выглядит брат сразу сказал что надо колеса больше но пока что с колесами пока что повременим давайте сначала сделаем кузов положим электропроводку чтобы она ехала потом уже будем придумывать там побольше колеса поменьше как он себя будет на этих чувствую это 15 слики зимняя резина 15 а самая обычная вот так получается здесь сзади я мечтаю отрезать часть какого-то пирожка и отсюда досюда сантиметров 40 прям поставить в сборе чтобы и двери были и фонари и все она будет более-менее симпатично крыша тоже есть у меня опелевская остальные места заделаю стеклами и латками то это все покраситься однотонно будет должно быть красиво ты же девочки куклы любят играться мальчиком давай подавай машинки вот так это получается сейчас запускаю покажу как вибрации продолжаем друзья и для андрея дэвака хочу показать простей замок труба в трубе вот сейчас труба в трубе это вытаскивается надо приварить и так болтик одеть пружинку потом все это вот здесь сделать наискось срез вставить вот эту трубку и с этой стороны чтобы болт вышел приварить гаечку и любой удобный рычажок получается вот такой замок это у меня из большей трубы этими замками я фиксировал запасное колесо планы поменялись потом вот такой маленький замочек приварить прямо на двери можно он надежный как автомат калашников с размаху на своей котлете закрыл двери и они уже не откроются пока вот этот не дернешь этим уголком зафиксируется срезом простейший элементарный замок и как-то в котлете не будет открываться двери на ходу всем спасибо за просмотр всем здоровья всего наилучшего до свидания